Друзья, я приветствую вас на канале Строим Дом своими руками И сегодня у нас не без приключений Ситуация Короче, приехал я на свою стройку любимую Весна в самом разгаре По идее, все уже растаяло Обильного такого снеготаяния не было Воды было немного Кстати, сразу хочу показать из предыдущего видео Помните, да, мы с вами обсуждали наши торцовочки Они так и валяются у меня в воде Я сейчас покажу вторые две, чтобы сразу закончить эту тему Короче, они у меня так и лежат Как мы с вами договаривались Что они будут всю весну лежать у меня в снегу И мы потом узнаем, что произошло Сейчас прошло уже около двух недель С момента того, как я их туда забросил Даже не оторвать Вот так лежит лужа, днем оттаивает Ночью опять замерзает Ну, вы видите, да, по факту Клеевой шов на месте пока Поэтому ждем, торопиться не будем Ну так вот, а теперь о самой проблеме Приезжаю я на свою любимую стройку Прохожу, в общем, окрестную территорию И смотрю, что здесь все такое жирненькое Глина жирная Но снег вроде растаял Я вскрыл свою яму Помните яму, которую мы копали Вот в этом видео с вами вместе Так вот, я ее открыл Заглянул И мы с вами видим, что на глубине 4 метров Ни одной капли воды То есть нижней воды Уровня грунтовых вод, подъема нижнего Совершенно нет На нашем объекте Только верховодка Которая меня дико раздражает Но никак от этого не уйду Короче, лужа вот тут формируется Потому что тут я отсыпал Здесь отсыпано было Здесь уже был естественный уклон Тут я отсыпал И получился вот этот ложбинка В которой набиралась лужа И она стояла вот в этом месте Так, я вас, наверное, долго подтягиваю К самой главной проблеме, да? Пойдемте в подвал А, да, приехал я сегодня Ради одной главной мессии Я хочу пройти ревизию скважины В общем, вскрыть ее Посмотреть, что там творится Потому что не совсем меня устраивают Некоторые моменты, как она работает И хочу опустить в нее эндоскоп Заглянуть, что в ней происходит Вообще ржавчина, коррозия и так далее Поэтому это будет скоро Сейчас я вам покажу Одну проблему, с которой Я столкнулся, когда Спустился в подвал Ну, чтобы было все без проблем Такого не бывает Это стройка Поэтому, в принципе Может быть Не так уж и страшно Короче, я вот так спускаюсь И смотрю Вода Вода И думаю Откуда ты, родная? Потому что здесь-то все хорошо Там тоже, кстати, покапывало Ну, там немного Вода Захожу в эту комнату И думаю Слушай, ну откуда ты здесь можешь быть? На стенах нигде нет И понимаю, друзья Что вся эта вода идет с сауны То есть там заливает То самое место, где минуту назад я вам показывал Грунт стал жирным Напитался водой И начал потихоньку отдавать ее подвалу Проблему я считаю временную Но если вы в комментариях напишите ваши советы и мысли Ну, отмостка это понятно Отмостка будет в этом году Это прям вот даже не обсуждается Я буду ей заниматься Метр двадцать от цоколя Я огражу Обводнение участка Про дренажку Дренажка есть, знаете, подземная Я об этом говорил Под землей У нас дренажная система зарыта Все это работает Ну и вы сейчас видели в колодце Что воды нижней-то ее не бывает Так, ну и вот здесь тоже, видите Вот тоже местечко Лед прям набрался И вот он Короче, налил нам немножко воды Это вот, когда жарко было Совсем недавно Наверное, обильно таяло И такая вот беда произошла Так, друзья Ну, я иду переодеваюсь И сегодня мы с вами Занимаемся скважиной Хорошо? Так, ребят Ну, я все вскрыл Здесь у нас, как вы помните Был скотч Все это было заделано Бикростом Пенопласт я делал для того Чтобы, если вдруг Подвижки фундамента какие-то будут Чтобы в трубе проблем никаких не было Для этого я сделал Пятисантиметровый слой Ну что ж Давайте вскрывать будем Эту конструкцию Посмотрим Что там внутри Ребята, эту скважину Я не скрывал пять лет Представляете? Как во второй год ее сделал Так больше я не скрывал Ключи Вы спрашиваете Почему так много ключей? Помните? Ребят Я думал, ответ очевиден Еще надо два болта скрутить Так, ребят Ну я открыл Единственное, что я хочу сначала Давайте немного прокачаем ее Чтобы водяной столб упал И потом уже опустим туда эндоскоп Окей? Сейчас надо дальше Внимание, да? У нас все работает Какая красивая Я понял У нас шланг замерз Убегу гриль Короче, вот так ее вытащили Сейчас я ее воткну И она должна оттуда, что есть, качнуть Погнали на улицу И будем вытаскивать весь шлейф 20-метровый Это так Вот интересное, да? Увлечение мы себе придумали на выходные Ну, ребят Вы сами сказали, что надо делать ревизию И я понял Что действительно Вы совершенно правы Ревизия, она обязательно Блин, главное Тут все высохло вообще Откуда вода в подвале Я одно не понимаю Отмостка, я думаю Спасет ситуацию Ну, вот такая тема С сокольным этажом Причем у нас сокольный этаж без рисков У нас уровень грунтовый Очень, очень низкий Так, ну поехали Отсюда смотрите хорошо, ребят Потому что там опасно Такой весенний свинарничек Прям, да, ребят? Сейчас прольем, что внутри скважины И потом будем ее вытаскивать Я думаю, так будет правильнее Вы хоть конструкцию скважины посмотрите Для тех, кто еще не касался этого вопроса Смотрите, друзья Сейчас весь водяной столб Опустошим Я не знаю Может он быстро, конечно, набирается Но будем надеяться Что у нас хватит времени Для того, чтобы изучить всю Внутренность Скважины Ребят, ну Шла 20-я минута Дебет не заканчивался Хотя и скважины мы достали Приблизительно Метров на 7 Посмотрите Короче, я дальше не вижу смысла лить Потому что льем уже 30 минут Ребят, ну смысл какой Совершенно не вижу Похоже, это еще рано То есть она Сколько она должна была забрать из столба Я думаю, она уже забрала Все, вырубаю У меня нет Обратного клапана Поэтому вода сейчас течет назад скважину Все, а мы извлекаем ее наверх По ржавчине можно понять Что столб водяной стоит На 5 метров Посмотрите Ну мы еще рулетки замерим с вами Но уже сейчас понятно Что приблизительно на 5 метров Стоит вода Видите? Где-то пятерка Может быть Но я замерю, скажу точнее И там уже все пошло ржавое Тянем дальше Ребят, что я хочу сказать В комментариях под видео По поводу нашей скважины А по-моему это находится все В видео про фундамент Там как раз про скважину Многие писали в комментариях Вы говорите про то, что Обслуживать будет ее сложно Я с вами полностью согласен Вы сами видите, что для того Чтобы ее сейчас обслужить По дому я уже не растянусь И мне в любом случае придется Делать это все через окно Благо оно у меня в том месте есть И я теперь буду предусматривать Все технологические системы Так, чтобы вокруг этой скважины Не было захламления Каких-то инструментов Чтобы я мог это все вытянуть В принципе вопрос решаемый Я даже сейчас справляюсь с этим один Вы видите И довольно-таки не сложно Ну по-моему метров пять осталось вытянуть И мы дойдем до сути Кстати, знаете, что мне понравилось? Смотрите Часть ржавая Она всего была около двух метров Потом вон пошла Эта сероводородная То есть сероватая такая С сероватым оттенком Сейчас мы заглянем в трубу Посмотрим, что в ней творится Опустимся пониже Вот это мы пьем Ну пока не пьем Но когда-нибудь мы будем это пить В таком состоянии у нас насос Какая-то хрень на нем Что могу сказать? Он не в песке Он не в земле Он просто черный Ну а черный это наверное какой-то Ну представляете пять лет Друзья, его пять лет не доставали из воды Пять лет Ну пойдемте скважину смотреть Потом к насосу вернемся Ребят, в комментариях напишите По внешке вообще это в порядке Или тут что-то надо делать По-моему нет никаких коррозий Каких-то наростов То есть все в порядке Только черный единственное Мы будем в преисподнюю спускаться или нет? У меня в собой фонарик же есть Сейчас Не уронить бы вот тут Ну в принципе В принципе тут все и так видно Но если вы хотите Мы спустимся Давайте посмотрим стенки Чтобы вы понимали И мне сказали Свои мысли Окей? Ну что, друзья Вам интересно так же, как и мне? Батиска выпускается Играет музыка 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 Так, знаете, что я для себя понял? Что уклон трубы идет в сторону леса В сторону леса То есть она забита немножко вот так Потому что камера под отрезом Начала биться в дальнюю стенку Но это не страшно небольшой уклон там не заметим даже так теперь вы знаете еще метраж проверить столба сейчас мы это сделаем с вами вот на вода ребята до воды 5 метров 70 сантиметров это при условии что мы с вами находимся в подвале значит мы должны еще вот так прибавить отсюда отсюда прибавить хотя бы прибавляем метров 70 вот у нас и получилось около 8 метров до первой воды но все заряжаем ее обратно итак друзья мы с вами сегодня сделали большое дело мы сделали ревизию нашей скважины и поняли что в принципе она находится в рабочем состоянии она находится в удобном состоянии для обслуживания если конечно же ее не заилит и мне не придется там желонить и пробивать дальше но с другой стороны ребята которые мне ее делали сказали что при вот таком расположении угловом они смогут дожелонить ее и смогут достать все лишнее по идее я могу просто настелить целлофановые мешки там какие-то да и они могут вытащить оставшийся грунт тем более что это же не прям тонны песка это какое-то небольшое количество поэтому если ее засыпет обслужить ее мы сможем если что-то подвижки грунта то вы видели у меня есть деформационный пенопласт который даст пять сантиметров входа в эту или другую сторону о том что плюсы нахождения самой скважины в доме это бесспорно я считаю она будет в тепле мне до к ней будет всегда легко подойти и так далее единственный минус который я вижу это то что работа мотора будет слышно потому что он будет включаться в подвале он будет гудеть его будет немножко слышно на первом этаже делать ли скважину в доме или устанавливать ее в кольцах в двух метрах от дома решать конечно же вам по деньгам это выходит примерно одинаково единственное что вы заплатите за кольца и придется кое-какие земляные работы производить ответ по уровню грунтовых вод вы тоже мой поняли да кстати ребят пожалуйста пересмотрите видео про цокольный этаж и вы поймете в комментариях вы поймете сколько людей считала не совсем правильно сейчас весна сейчас максимально поднятый уровень грунтовки и вы видите что до грунтовых вод у меня около 7 метров от уровня земли получается что 13 метров под водой находится моя мой мотор то есть дебет скважины очень хороший я буду очень рад если мне в комментариях напишите что это за черный налет на самом моторе вы заметили да после того как он немножко подсох буквально прошло минут 10-15 я прошелся перчаткой это все облетела как как зола что это такое я не знаю кстати от этой трубы скважиной пахло вы знаете когда канализацию чистишь в ванной ну вот открываешь это канализационный канал да и вот этот запах сероводородом он присутствует я не думаю что это уличные горшки соседей потому что соседи еще по сути нет я знаю что здесь есть сероводород и его много как от него избавиться я тоже знаю мне рассказывали что есть какие-то аэраторы которые мне потом надо будет поставить там в подвале но это это тема наших дальнейших работ это будет и очистители и аэраторы ребята главное не торопитесь смотрите канал все мы с вами вместе построим у нас будет классный дом и у меня и у вас свою очередь который вы тоже строите я уверен что вы строите если вы смотрите мой канал то вы сто процентов либо планируете строить либо уже строить и я уверен что вы строите здорово ребят смотрите на мои ошибки учитесь на них и не повторяйте их в своем строительстве блин я понимаю что вас уже бесит моя вот эта тема но мне так нравится так говорить я очень рад был вас сегодня видеть я вас сто процентов вижу всех я я вас я с вами уже совсем познакомился ваши аватарки они же как-то написаны я представляю что это за люди что короче интересно ваши темы они очень помогают мне строительстве последняя тема про электрику этот видос про электрику ребят ну это просто столько комментариев и я уверен что это все было не из-за того что вы хотите выиграть мед это было потому что вы просто хотите помочь парню который начиная стройку и я восхищен такой отзывчивостью людей это просто круто это очень приятно то есть ребята реальные профессионалы которые помогают объясняют не строят из себя каких-то там не зазнаются да и подсказывают мне блин я столько для себя узнал по этой электрике в этом видео которое вы можете сейчас увидеть вот тут есть кнопочка такая вот вот скидать на значок видите на него очень надавите и здесь появится весь ряд тех фильмов которые я сегодня вам предложил и которые в теме нашего выпуска сегодня были названы вот прямо тут весь списочек у вас откроется и там выбирайте пишите ваши комментарии по поводу скважины пишите если есть вопросы тоже пишите я конечно как бы горюшко с ней еще не хапнул что могу то расскажу сейчас ребят давайте я немножко вам полистаю фотографии по этой скважине потому что кто-то из вас наверное только планирует скважину поставить может быть я чем-то вам помогу кстати ребят еще знаете вопрос многие пишут что должна быть не металлическая труба а пластиковая я просто помню как эти ребята забивали ее туда это было не так просто может быть она должна как гильза в металл входить если так то может быть мне в эту трубу стоило бы докупить просто эти сборные пластиковые каналы и опустить тоже посоветуйте если ну если есть ребята у кого есть опыт по этому вопросу я вот тоже опустил бы в скважину может ржавчины меньше было я не знаю в чем то наверное есть этот плюс потому что на трубу вы видели сечение вы поняли да это на стандартное сечение если интересует мотор я вам так скажу мотор у меня стоит какой-то китаец покупал я тысяч за 8 мне сказали пока строишь он тебе вообще отлично будет и дальнейшем еще и будешь жить какое-то время с ним без проблем мотор хороший ребят пока устраивает иногда бывает знаете шланг зимой замерзнет льдом я включаю мотор услышал напрекся и выглянул все короче из шланга хотя это не хорошо но такое у меня происходило частенько сосед кстати взял такой же мотор и порой говорит бывает даже это руками зажимая чтобы побрызгать подальше там полить что-нибудь то есть нагрузку мотору даем и вроде нормально держит я планирую еще поставить гидроаккумулятор с насосом в дальнейшем может быть в этом году если деньгами разживусь потому что что все печально за деньгами очень как-то грустно стало это же если несложно посоветуйте какой бы стоило на этот дом на мои потребности поставить гидроаккумулятор какому ли каким литражом может быть какой-то конкретной фирмы в это в общих чертах мои вопросы мои рассказы я был очень рад вас сегодня видеть ребятушки до скорых встреч пока это фиаско братан нет мне нужен помощник ребята это фиаско братан нет мне нужен помощник